Стали известны дополнительные детали патча 3.15, которые разработчики готовят к предстоящему релизу, но сначала давайте поговорим о проблемах в финансах и игроках, которые скопом жалуются и жаловались уже на существующие проблемы. Здрасте, господа! Итак, после прошедшего ивента по ксеноугрозе, где игроки от мала до велика могли с легкостью наскрести на любой, абсолютно любой корабль, стали замечать, как их финансы становятся все меньше и меньше. Очевидно, стало одно. Некоторая категория игроков попала под глюки сервисного бэкэнда, который не только списывал регулярно кругленькую сумму, но и обнулял часть аудитории, которая для решения своей проблемы прибегала к ресету аккаунта. Спектрум цигов загудел как осиное гнездо, а игроки требовали исправить ошибку и вернуть украденное. Так длилось около нескольких недель, после чего в последних хотфиксах разработчики выкатили обновление. В сообщении говорится, что те, кто вошел в игру ночью по московскому времени 14 сентября, должны увидеть на своем аккаунте то количество альфа-валюты, которое соответствовало самым последним значениям, хранящимся в бэкэн-серверах. А вот те, кто потерял деньги во время активной ошибки, увы, пролетают мимо. Тут проблему решить не удалось. Но эта столь значительная новость для пострадавшей стороны стала абсолютно незначительной после того, как разработчики анонсировали первое за полтора года обнуление баз данных и того прогресса, который за этот период достигли игроки. Это значит общий вайп, и не вот прям сразу, а на релизе патча 3.15. В своих речах разработчики гордятся, что им удалось все это время довольно успешно справляться с проблемами без единого вайпа. Напомню, если кто не в курсе, последний раз вайп был в патче 3.8, а переход на систему постоянства был совершен в 3.8.1, что ознаменовало собой краткую эру фарминга абсолютно всего. За 18 месяцев игроки смогли накопить огромное количество состояния, как честным путем, так и при помощи багов, зарабатывая миллиарды альфа-еков всего за несколько минут. Такие проблемы не могли остаться в стороне, поскольку уже через определенное количество времени игроки теряли интерес к проекту, ведь все промежуточные цели были достигнуты, а нужные корабли и ненужные были куплены и ни один, ни два раза. Плюс, конечно, проблема с дюпом кораблей. Все эти баги копились в базах данных. Итак, давайте перейдем к официальному сообщению разработчиков. Основная причина предстоящего вайпа заключается в изменениях работы системы предметов и инвентаря. Подробности мы узнаем уже в ближайшем инсайде. Как я уже говорил, огромные финансы, скопившиеся на счетах, фактически убили так мертвую систему торговли, и огромных поглотителей валюты, увы, не появилось. К тому же разработчики еще раз напомнили, что вайп зачастую решал те проблемы, которые не могли пройти при использовании ресета аккаунта. А вот теперь очередные детали нового обновления 3.15. Во-первых, нам подтвердили введение долгосрочного постоянства. Это значит, что ЦИК разведут базы данных на три составляющие части. Одни будут содержать данные игроков и их предметах, включая количество оружия, кораблей и не только. Финансовая составляющая, которая будет отслеживать счета игроков и система репутации. Это позволит более точечно исправлять критические ошибки и проводить избирательный вайп по каждой из трех систем. Естественно, все те, кто каким-то образом вложился в проект и приобрел те или иные корабли за реал, их не потеряют, как и другие айтемы. А вот кораблики, купленные за Альфа у Еки. Оружие, броня, десятки тысяч купленных медпенов, патронов, шкурки сгорят в предстоящем обновлении патча. Лично я не исключаю, что это не единственная подобная сортировка внутренних систем, которая ожидается в звездном гражданине. Напомню, что по слухам уже в середине следующего года, а это патч 3.18, разработчики хотят ввести нулевой уровень системы смешения серверов и добавления новых космических систем. Но это настолько тонкий слух, что на самом деле может не внушать серьезного доверия, особенно скептически настроенной аудитории. А что вы думаете о предстоящем вайпе? Стоит ли сейчас идти во все тяжкие или у вас настолько много денег, что их можно раздавать направо и налево? А кто из вас терял деньги на ивенте по ксеноугрозе? Пишите об этом в комментариях. А у меня на сегодня все.